Мы начинаем сегодня урок по второй главе. Второй главе мы остановились после примечания на странице 47-я русская версия, русский перевод. Второй главе. В прошлый урок нас учили о том, что Божественная Душа, она не зря называется Божественная, есть в этом глубокая причина. Главная причина в том, что из всесотворенного в шесть дней сотворения, воскресенье по пятницу, когда Всевышний рассказал о сотворении, было сказано и сказал Всевышний, делай так. И говорил Всевышний, да будет так, речей. А когда была дана душа именно к человеку, сотворение человека, не была дана душа просто и Всевышний сказал или говорил, да, а вдохнул. Вот это изменение выражения в Тору, она не зря, она показывает о том, что всего сотворения силу, Божественной сил, воспользованной для сотворения была речей, речи, как у человека. То есть это наружная часть, то есть не самого вложения Богом в этом было, это была типа только речи, речей. А душа человека была дана от глубины себе, вдохнул, как если я буду вдохнул и набывать, допустим, шарик. Я буду уставать, почему? Потому что мне нужно пользоваться внутренней силой, логкой, вдохнуть. То есть это символирует, вот это выражение вдохнул в него душа, что эта душа была сделана от глубины Творца. Не на поверхности, а от глубины. С какого уровня в Творца была дана нам душа, написано, мой сын первенец. Про душу это написано, не про мне один, а по душу и божественной души. Вы, мои сыновья первенцы. Вот этих двух характеристик, сын, назвать душу, и называть ее первенцу, первенец, а этих двух характеристик дают нам понимание, с какого места в уровень святости. У Творца была сделана душа, сын, ребенок, сделан от самого человека. Это как будто бы кусок генетика отца. Кусок отца. Он делается человек. То есть мы, часть Бога, сделана от него душа. первенец означает, что до того, что было начатое сотворение мира, или даже мысли о сотворении мира, первое было сделано душа. поэтому это первенец. Прежде всего душа была сделана. Кстати, об этом написано в Каббале, что в выражении пророк Ахор Векедем Цартони. Человек говорит перед Всевышнему Ахор последный Векедем и вначале сотворил ты меня. То есть я последний был сотворен фактично в мира засеян последний. Но моя душа была начатая первой, прежде всего, вначале. Ахор в мира целут в атрибут хохму. И мы учили, что означает хохму в мира целут. Что она и знания, и понимания, и самой мудрость. В одном и мы не способны такого понимания, такой мудрости понять, потому что мы, люди, у нас разделен мудрость, мудрец. и понимание это три разные вещи. Поэтому нам не понять, что такое мудрость в мира целут. Это был очень маленький обзор начатый от прошлого урока. В этом урок мы спустимся вниз. Вот эта божественная великая душа спускается теперь в человек, в обычный человек. в меня, в вас, в каждого из нас. И этого спуска мы хотим понять, как он работает. Для того, чтобы понять это, я бы хотел начинать делать вступление. Есть такое понимание количества и качества. материал в жизни не очень найдем качества и количество. Например, если я очень богат и другого не очень богат, есть разница между у нас в качество? Нет. У меня миллион, а у него сто. Разница в количестве. качество, допустим, силовое. Кто-то поднимает штанги 200 килограмм, а я поднимаю 40. Это качество разное? Ну, количество разное. Физически нам тяжело понять вопрос вообще качества. мы говорим качество вот этого одежда качественная, это не качество, это не то качество, это количество. То количество вложений в ткани, в нить, которые пользуют, применяют, это делят то есть количество вещами строят у нас в итоге качество, не более чем. То есть в материальной жизни мы не находим очень сильно разницы в качестве. где мы можем увидеть разницу между количеством и качеством очень сильно восприятие знания и не так просто говорить то есть у Ребера Аят есть такое очень красивое выражение что в Лубавич это было село где жили там 120 семь немного людей и там был один такой интересный человек который служил в одной из войны которые были по-моему это была французская русская 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 война и когда он рассказал про войну он говорил что он воевал в полку один из генералов он кричал и я кричал он кричал приказ он кричал я кричал это правильно разница между него и генерал ну количество обязательств да а в крик одинаково он кричал я кричал разница какая то есть например есть человек холодный а есть человек спильчивый разница между них не в качестве а в количество чувств это очень чувствительный поэтому он спильчивый это холодный он спокойный это не качество это количество единственное где мы замечаем разница между количество и качество это в разум большая разница можем предполагать что причина что я стою здесь и пропадаю Таня и не вы предполагать можно что причина в том что я учился несколько лет больше я принял больше информации через вас больше чем вас поэтому я способен этого преподавать может быть но никто не сомневается что если бы я учился еще 20 лет я знания втору любовь искребия не достичь совершенно другого качества склад ума другой это гениальный мозг а у меня обычный поэтому через определенное время труда в знания я приобрел определенное знание полном вероятном что кто-то из вас который является инженер или электрик может мне преподавать урок в этом области но это не означает что электрик среди вас или инженер среди вас может писать такие новые открытия как Ньютон ну не может почему совершенно другой склад ума почему так разум самая близкая к духовности которая нас людей существует понятно то есть это уже разница в качестве это не количество знаний которые я приобрел количество экзамен которые я сдавал страница которые я перевернул это уже склад ума он строит совершенно другого качества восприятия восприятие оно может отличаться между одним к другому понятно когда мы говорим о душе там разница не в количестве а в качестве дам простой пример если я очень сильно стараться быть правильный человек я в каком-то день мог стать Моисей нет у меня душа другая это будет отражаться очень сильно в способности принимать все знания Тору самого глубинного понимания в течение 40 дней и преподавать народ я не способен я не стану способен даже с большим трудом не получится а во-вторых я не почувствую трепет перед Всевышнему который Моисей чувствовал и любви в таком качестве которое чувствовал Моисей я не почувствую никогда в жизни Моисей совершенно другого уровня душа и так же ребя мы с вами обычные люди разница между нами всеми количество заповедей которые мы выполняем уровень длиноты бородой часы одевания кипр количество раз одевания тфелин количество раз выделенное время для молитвы количество деньги которые мы бросали в коробку цдока это количество это не качество мы одинаковы но когда мы смотрим на такой человек как ребя как алтеребе как большим тов как корбя кива как маисей как илияу пророк илияу это совершенно другое качество это не мы это понятно замечательно только один вопрос как это так получилось вдохнул я всевишный вдохнул всевишный в нас с вами душа в нас адам один почему они такие а мы такие как это так получилось корень один мы все называем сыновья и первенцы нас все одна душа которая всевишный вдохнул в адам почему ребя такая великая душа у нас такая хоть мы не понимаем что такая душа но источник один мы понимаем что мы разные почему мы разные вот это вопрос задает сейчас ребя почитай в афши яиш ревовес минай хилуке мадрейгес банишомес несмотря что мы находим сотни тысяч разной виды уровня в душах гавойха алгавойха ленкейц выше и выше бесконечно кмой качество пример он переводит гой 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 мала с нишм со овейш умейш раббейну аллеем ашолам величайшей уровня душа принадлешавшей авраам исцхак яаков наши приятцов и маисей аль нишмой с дирисейну эле дикве мишихо в сравнении с нашей душей это поколение называюще иса стопа прихода мишиха написано в книге Зоар что души перед приходом мишиха они уровень стопу что значит стопа стопа очень важная если не была стопа мы не ходили было больно попытайтесь сходить на руку больно будет а попытайтесь сходить на живот но невозможно в совершенстве строил нам стопа такая тупая бесчувствительная но очень полезная без нее ого одна из известных болезней которые бывают это называется в Израиле Дорбан это когда стопа начинает чувствовать ходит ходишь на стопа и кричишь больно невозможно тяжело больно то есть в совершенном деле наша стопа тупая и она очень полезная но она тупая без чувств без понимания она просто сделана так что мы будем ходить без боли нашей души так написано в Зуал перед периодом это вот сейчас от стопы тупые бесчувственные и без огромное понимание так контраст какой Авраам и Цхак Яков Моисей и мы шеем пхина саквай маммаш наше душу они реална как стопуи легабэй המоях сравнительно к разуму и голову среди души даже в наше поколение самой наше поколение мы на уровень стопы есть руководители народу ше нишмой сейем што их душу в зате хем пхина срой шумоях они на уровень разум разум и голову легабэй нишмей со омэй и омэй и омэй срэвниц на прастэлэддин наикакмэ вхэн нефошес легабэй нефошес и бэвает разница между аддин к другому евреи это будет простая душа это будет великая душа что это значит между нас ну мы в душе не разбираемся вообще не разбираемся однажды у ребе мараш пришли в субботу несколько человек на субботу в Любавич проводили субботу срэвэ один из них был очень богатый хосинт который который жил в Петербург самое знание что человек жил в Петербург это было с определенной разрешения системы когда черта оседлости была где-то под Смоланск а этот человек жил в Петербург это было само само этого слова было доказатель достояния денежное достояние мунишман этого хосинт тоже находился у ребе у этого муниш торговье было связано с дорогими камнями алмазами всяких других дорогих камней он был очень богатый человек и там был еще один простой хосинт извозчик ела ела читал и ребе в субботу говорил про этого извозчика что у него великая душа написано ашир яане азут богатый отвечают в наглость вот деньги дают им такой уверенности в себе что они наглеют и он сразу говорил я ничего не вижу в него хорошего и ребе промолчал конец субботу закончила субботу воскресенье этого богатый хосинт зашел к ребе на уединение и ребе Маараш был очень особенный человек он сам был очень богатый человек это было уникально и ребе по своим причинам и торговался акцией он был просто очень богат и Муниш Маараш решил показать ему его камни которые едет с ним на торгов на торгов он перевернул коробку алмазные всяких разных камней были на стол на стол и ребе начал поднять каждого из них смотреть один из них выглядит очень маленький и простой ребе поднял и Муниш говорит ему ребе это самый дорогой камень в эта коробка ребе говорит я смотрю и ничего интересного не вижу говорит ему мы ну ребе для этого надо быть специалистом и понять это поэтому надо быть специалистом в душу ты считаешь что ты понимаешь не понимаешь мы не знаем кто такой простой а кто такой большой может быть извозчик не умеешь читать с великая душа а может большой раввин с простая душа это божественные причины почему так но тем не менее нам понятно и ясно что есть разница между душой между нас и Моисе точно есть и вопрос как ребе объясняется три слова ки кол нефеш потому что каждая душа клюло ми нефеш руах у нешома потому что каждая душа собранная из нефеш руах нешома не здесь место но вообще у каждого душа есть пять уровней нефеш руах нешома хаю ехиду хаю ехиду мы будем говорить потом в 18 главе это другой а есть три уровня выражающиеся в жизни среди нас нефеш нефеш сравнивается к деловой жизни действия количество руах к чувствам нешама душа то что мы называем душа разум когда душа избирается спуститься в телесные жизни она спускается через четыре миров и сорок атрибуты каждый мир свой десять и через очень-очень много-много подготовительной для нее преграде которые должны подходить к подготовкам этой души для своего функции в этом мире если этот человек должен простой человек с функцией выполнять определенную миссию душа его будет такая которая нужна ему когда ему нужна функция как у нас идти на количество не чувствовать ничего не понимать особенно ничего нам надо что одевать филин каждое утро поставить мезуза на косяках дверей есть кошель бороться за этого достичь это с трудом наши наши виды душа будет раскрываться в нашей телесной жизни на уровень нефеш мы что-то почувствуем если подумаем если повезет и что-то поймем сколько можем в количество сколько мы будем учиться и трудиться но качество будет соответствующего этого уровня поэтому мы такими и есть простыми людьми другими другими более высокого ринга евреев их душу будет светиться на уровень руах как это будет выражаться им будет легко тянуться и почувствовать духовность они быстро чувствуют чувствуют субботу чувствуют праздники когда они одевают филин их душа радуется их тянется туда им легко поэтому быть со всевышним бороться они даже не должны бороться за выполнение заповедей это естественно так они быстро идут к духовности и божественности им легко а если раскрывается уровень шама ну это же праведники у них с разума до до действия все идет как есть такой цель для этого душа поэтому они такие если наша душа даже простая душа раскрылась на уровне шама мы такими простыми душами которыми мы держимся тоже стали праведники но нас этого уровня душа не показывает если нас бы хотели тянуться вверх что без трудом мы бы выполняли просто заповеди и молились теплоту нас раскрыли хотя бы уровень рух чувства в душах но это тоже не раскрывают перед нами а что дают нам силу переборот выполнять заповеди нефеш понятно что такой человек как ребе конечно есть нешама уровень нешама светится и конечно же у меня ну нефеш и сколько я не загрязнял ее моим грехом она и действует у меня то есть вопрос какой уровень душой раскрывается это ответ который нам объясняет почему мы простыми а другими являются великими с великих достижений но это не объясняет почему у Моисей у Ребе у Альтер Ребе у Ребе Акива была великая душа а у меня простая душа как это объясняется это так и не объясняется поэтому продолжает Ребе дальше Мадрегес из самого великого душа до самого простая душа такая простая душа которой мы находим в очень очень далеких евреев так же как убийца Бродский или подлиза Каганович у них были тоже божественные души ее душа так же векал шебакалим самый лакамисленный немшах мимо החоэль исходить из великая мудрасть ши хохмо и ло кив йохи великая мудрасть в мир הצилут а как так как так происходит что мина простая душа а у них такая великая душа говорит Ребе объясняет Кемоша лабен как рождение ребенок ханимшах мимо החоэв который исходит из разум человека в данным ситуацией мозг человека шафилу ципорне раглав что даже ногтей его который в ноге были сделаны из этого тоже сперма теперь мы чуть-чуть приблизимся к объяснению помните мы говорили что наша душа это как сын это не зря это не для того что сказать что вы были первые это не такой просто выражения это так как сотворяется ребенок как рождается ребенок мужчина дает сперму а женщина принимает этого сперма и обрабатывает ее ее в мат и ее в мат выдачу человека этого сперма что в него входит как он способен делать ребенок очень просто все все я отдается в это сперма вот я передается в это сперма мы же понимаем это ребенок похоже на меня не только физически во всем что есть у него это называется на сегодня генетика я могу много чего схоже будет все я передается почему вот это кусок сперма стал его мозг а это кусок сперма стал сердце а это кусок сперма стал ногти не вопрос почему это все одинаково да материал такой же так получилось нет вот если мы возьмем сперма если кто-то в лаборатории может говорить а вот если мы видели вот были другой ногтей глупости какой-то нет это одно 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 материал матку по каком-то ее виднее причина выделила вот этот кусок для этого а этот кусок для этого по какой-то причине дано ей знать вот так происходит говорит рябе это и есть рождение душа все вишны вдохнули сравнительно к отдаче отца теперь этого корень материал вдохнул пошел на обработку вниз спустился из нее встала разных видов души какой-то часть душа на уровень ногтей или стопа а какой-то душа встала мозг вот это и есть причина разница между душей душа душа адама так написано в книге зор почему адам был совершенный человек он получил вся этого душа она наполняла его с ног до головы полностью она наполняла его потом этого душа начали разделить тот который в мозг были в дальнейшем даны великих вожатых мира а простыми людьми получили в разных частей по назначению того что надо пока не дошли к нам стопу вот и есть причина разница поэтому стопа никогда не станет мозг ну мы не виноваты но и нас не обвинят никогда за этого но мы такие мы не Моисей не станем вот мы такие такая душа говорит Ребе но не смейте и думать что если мы стопа то какая разница уже между нас и всевышному ну он там мы тут ну что делать теперь нет говорит Ребе не 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 начинай почему так происходило поскольку что этого сперма если мы вернемся обратно к ребенку она находилась девять месяцев в матка матери в ее доме мадрего ле мадрего и этого кусок сперма спустилась вниз 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 пока стало ногти меняться меняться по разным видом и от них остановилось от ногтей должны быть ногти ну вот стало ногти в инкулзе и несмотря что теперь этого кусок стал ногти ойдено кшуром юхэдес а этого часть человечек она связана постоянно объединенная не просто связан а объединенная бейхуд нифлове отцум великое объединение но гусу ватс бусу а лишай за ее источник шагой сут и пас мая хуав которая была когда-то сперма ца то есть сказать у ребенок а ну понятно вот вот видим ребенок бузы а вот это ногти это не это не это не это не это не это какой-то другой а вот мозг вот вот это моя гордость это связано неотъемлемый связь между той отдачей отца к этому к этому ногти она такая же она такая же как мозг без разницы вега махша и даже после рода сейчас когда видно человек существование и их питание и их растение этих ногтей нем шехас ма мая шабарош откуда они как они существуют наши ногти благодаря нашим мозг наш мозг приказывает им растить если что-то какой-то перелом в этом связи они умирают такого есть то есть даже после рождения связь в мозгу существует то есть когда исс как написано в гемора талмуде электричество в секрет знания одеяния первого человека в раю которые были ногтями его одежда было такое мнение что в одежде он одевал ногти и это написано в кабале я исходить из разум и бину моих и бину так же говорит ревер в шои рэш куланефэш руах и ншамо кулин нефэш руах и ншамо овнашэй шел клолус исраэл который есть в апссих евреев с апссих в римеон лэмала дот авошта ниспустилис в тилесне жизни бэээрэдосэй мэмадрэйго лэмадрэйго когда это вадуша начало спуск сама великая мээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Как мы можем быть связаны с нашим источником, с мудростью Всевышнему, которую вы оцелете? Как этого ребенка после рождения его ногтей теперь связаны с кем? С его мозгом, и через его разум, и этого мозга и разум связаны с отца. То есть благодаря чему мои ногти связаны с моего отца, который меня рожал? Через мой, через мой генетика, которая находится вот здесь, и качество, которое я получил от отца, вот через этого мои ногти важны ему. Через кого мы будем связаны? Мы учили сегодня невероятное учение. Ты хочешь жить, ты хочешь жить, ты хочешь чувствовать, ты хочешь что-то понять, ты хочешь, что душа будет становиться другая. Ищи твой глава поколение и живи рядом с ним, тогда будешь существовать как правильный человек.